Летим в Египет. Рейс Москва-Каир. Если сесть на места А и С по левому борту, то при посадке будут видны пирамиды. Сейчас лето 2021 года. Пандемия. Прямых рейсов на курорты Египта еще не было, поэтому пришлось лететь в Хургаду через Каир. Но Каир так Каир. Думаю, дай заеду на пирамиды. Пирамид в Египте достаточно много, и они разбросаны на большом расстоянии. Мы наняли гида на автомобиле, который нас повозил по основным пирамидам. Начали с пирамиды, которая расположена дальше всех. Эта пирамида называется Ломаная. Она немного кривая, и почему она такая, никто точно не знает. В эту пирамиду можно залезть внутрь, что мы и сделали. Зай, куда ты полезла? Куда ты лезешь? Я не хочу. Ну выходи тогда, не хочу. Не понятно, почему в Хеопсе не поехали, не полезли сразу? Чтобы больше туристов туда-обратно залезали. А там как-то? Примерно так, да. Блин, охереть. Ты полезешь? Да. Давай, я посмотрю. Если тебя не сожрут, мумия не сожрут, я за тобой полезу. Лёх, может, ну его нахуй? Не очкуй. Параман форевер. Где наша не пропадала? Ну я не знаю, вот я принимаю решение. Это глубоко. Группа смелых товарищей ушла под землю в пирамиду, а мы что-то не полезли. На улице плюс 40, вот сидим, обмахиваемся веерами, ждём, пока народ вернётся. Гид, который охраняет вход в пирамиду, любезно дал нам такие картонки, которые мы использовали как вееры. Когда нам пришла пора уходить, он эти картонки у нас отобрал. Выходи. Выходи. Ножи и пистолеты выбрасывай. По одному. А теперь горбатый. Я сказал горбатый. Лиза, финиш. Лиза, финиш. Закрывай двери, быстрее. Мумия возвращается. Параон восстал. Параон вернулся. Ну, где остальные? Где остальные? Господи, это вторая мумия. Ну, я знаю. Фу, ребята. Ну, это того стоило, конечно. Ну, конечно, всё. Расскажи я вот этому парню. Ещё красную пирамиду. Ещё красную пирамиду. Надо посмотреть. Ещё красную пирамиду. Так, куда гид у нашего в деле? Куда гида в деле? Где гид? Он бросает вода. Вода? За воду надо заплатить, скажи. Да. Кто это? Кто это? Гид? Хотишь, чтобы помахать? Камаль, это ты? Ты? Это ты? Что вы снимаете? Ваше возвращение. Понятно. Дальше мы отправились к самой древней из пирамид. Пирамиде Джоссера. В отличие от других пирамид, она имеет ступенчатую структуру. И на самом деле, это не одна пирамида, а огромный комплекс захоронений, расположенный на большой территории. Сейчас мы по этому комплексу походим и всё посмотрим. Самое интересное, что здесь не было вообще народу. Мы практически одни ходили вокруг этой пирамиды. Представляете, этим стенам несколько тысяч лет. А вот и сама пирамида Джоссера. Вон там внизу чья-то шляпа валяется. Улетела, наверное. Мы на пирамидах были примерно часов в 12 дня. Жара стоит плюс 45. Так что без повязочки на голове тяжеловато. А вот наш логопед в центре Диалдеп куда-то отправилась. Она у нас уже залезала в пирамиду, а теперь снова пошла искать себе на одно место приключений. Прощаемся с пирамидой Джоссера и сейчас поедем на самые большие и самые известные пирамиды, среди которых и расположена знаменитая пирамида Хеопса. По дороге на большие пирамиды подкрепились вот такими плодами. Это какой-то кактус. Его очищают и внутри плод по консистенции напоминающий киви. Очень вкусный. Два-три съедаешь и в общем-то голод можно перебить. Вот и она, красавица, известная на весь мир пирамида Хеопса. Рядом с пирамидой охраняемая зона. Чтобы попасть к пирамидам нужно проехать контрольно-пропускной пункт. Кстати, я когда выбирал отель в Каире, я поселился в одном отеле, в пятизвездочном, с видом прямо на эту пирамиду. Об этом у меня есть отдельное видео. Можете посмотреть его по подсказке. Пересаживаемся с автомобиля на верблюдов. Сейчас выберем себе верблюдов покрепче и поскачем вокруг пирамид. Местные знают самые лучшие ракурсы для съемки фото и видео. Наш гид нас вот так поставил и мы фотографируемся. Он заставляет нас делать всякие движения, чтобы фотки поживее получались. Мы вяло делаем. Не забываем, сейчас середина дня и жара плюс 45. Как вы видите, вокруг никого. Спасибо пандемии. Когда Египет был открыт для туристов, здесь было миллион человек. Так что, по сути, вы сейчас видите уникальные съемки пирамид Египта в период пандемии. Скорее всего, больше такое не повторится никогда. Хотя в нашем мире разве можно в чем-то быть уверенным? На верблюдах мы катались туда-сюда примерно час, и с непривычки я сильно натер себе задницу. Для того, чтобы вы могли залезть и слезть с верблюда, верблюд должен встать на колени. И когда он это делает, очень важно не потерять равновесие и правильно балансировать в седле. Иначе, в особенности, когда вы слазите с верблюда, вы просто можете с него свалиться. Это наша группа смелых исследователей пирамид, а вокруг никого. Вот это строение с двумя колоннами, невысокое справа от пирамиды, это гробница врача-фараона. Обошли пирамиды с другой стороны. Здесь мы видим огромную площадь, уставленную студиями. Здесь проходят различные концерты, лазерное шоу и так далее. А вот он и знаменитый сфинкс. Полдня мы исследовали пирамиды. Нагулялись, накатались, захотели есть и пошли в один местный ресторан, который порекомендовал гид. Ресторан с видом на пирамиды. Пирамид нам на сегодня хватило, поэтому мы закрыли шторы. Но еще и потому, что очень жарко. Наш логопед выбрал скакать вокруг пирамид не на верблюде, а вот на такой повозке с лошадкой. Да, забыл сказать. С флагом на фоне пирамид фотографироваться запрещено. Это, как потом выяснилось, считается рекламной акцией, которая должна согласовываться с властями и оплачиваться заранее. Я не знал. И поэтому, когда я достал флаг Диалдем, меня местные полицейские чуть не побили. Но наш гид Камаль, спасибо ему за это, быстро все уладил. На сегодня экскурсионная часть закончена. Мы вернулись в отель с видом на пирамиды. Друзья, спасибо за внимание. С вами был путешествующий стоматолог Цукор Сергей. До новых встреч. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин